Всем привет! С вами Роман Гура и новый обзор для художников, наконец-то! Сегодня мне попал в руки Wacom Mobile Studio Pro. Это продолжение линейки Compagnon, то есть планшет с монитором. И сейчас мы его распакуем и посмотрим, что внутри. Здесь у нас такая подложечка мягкая. И он бывает разных параметров. Версия на 13,3 дюйма, которая у нас здесь представлена, содержит экран 2560х1440 пикселей, что довольно круто. Плюс это i5 или i7 процессор 6-го поколения, разный размер оперативки от 4 гиг, 8 или 16 гигабайт, и также разный размер встроенной памяти. Плюс к этой версии у нас появилась новая версия с размером экраном 15,6 дюймов и разрешением 4К. Плюс там стоит еще дискретная видеокарта. Это либо GeForce 600M, либо в топовой версии 1000M на 4 гигабайта. Это значит, что топовая версия может фактически заменить вам рабочий компьютер где угодно. Плюс еще там стоит 3D-стерео-видеокамера, с помощью которой вы можете сканировать 3D-объекты. Но это, к сожалению, мне не удастся протестить. У нас здесь версия попроще. Это i5 процессор и 128 гигабайт внутренней памяти. Не самая слабая, но практически изначальной линейки. И это тоже, в общем, хорошо. Посмотрим, как она перформит. Стоит ли она того, чтобы полноценно работать. И вот такая у нас коробочка. Пленку с планшета я уже снял. Вот такой он сам. Мы его пока отложим и посмотрим, что у нас здесь еще внутри. Перо вот здесь довольно плотно сидит. Надо его как-то отсюда вынуть. Но, в общем, не переживайте вам всего один раз это делать все-таки. Вот так оно выглядит. Внешне оно ничем особо не изменилось, кроме маленькой блестящей штучки вокруг кнопочки. Но, на самом деле, перо новое и обещает вакуум 8000 градаций к нажатию. А так перо, в общем, удобно лежит в руке. И, мне кажется, вакуум нашел здесь золотую середину и не хочет ничего менять. Перо в комплекте идет вот такой вот пенал. Прочный, железный. Сверху эта штучка откручивается. Там можно найти сменные наконечники. Либо он вот так вот открывается, туда вкладывается перо. И, да, закрываем. И у нас перо хорошо защищено. Вообще он довольно, по-моему, прикольный, удобный. Потому что небольшой, очень прочный. И его удобно носить. Окей. Дальше у нас есть блок питания. В целом, такой стандартный сетевой шнур. С другой стороны, у нас тоже стандартный уже USB Type-C. То есть, теоретически можно даже заменить на что-то другое, поискать. Это тоже, в общем, хорошо. Ну и здесь у нас должно быть... Да, у нас здесь сетевой кабель и вот тряпочка для протирки экрана. Так, а здесь у нас... Здесь у нас такие колечки. Это колечко можно заменить вперед. И тогда ваше перо будет более индивидуальное. И это, по-своему, удобно. Например, в офисе, где много вакуумов. И вы не хотите потерять свое перо среди других. Сразу скажу, что вот это такое. Это такая маленькая штучка. Идея крепления пера на планшет. И она вот таким вот образом вставляется. На самом деле, я долго крутил, пытаясь ее понять вообще, как она вставляется. Да, но она так вот вставляется и поворачивается. И потом вот, в принципе, довольно так уверенно держится. И туда можно перо вставлять вот сверху. Либо сверху вот так вот просто ложить. В общем, неплохо. В целом, она неплохо держится. В целом, и перо довольно хорошо стоит. Эта версия, я бы сказал, интересная. Не как переносная, не мобильная. А когда он у вас больше там на поставке стоит, да, такой стационарный. И тогда вот им будет удобно пользоваться. А так, мне сложно представить, что я буду этим пользоваться мобильно. Там, например, в кафе или еще где-то в переносном варианте, да. Тоже так ее прикручивать туда каждый раз. Довольно как-то прямо опасно. И каждый раз думаешь, не сломаешь ли ты ее. Каждый раз он так вот упирается и прям не знаешь, вот как приложить давление. Как крутить его. И главное не ошибиться вообще еще с направлением. Помнить направление, да. То есть, довольно такое спорное решение. Но в любом случае, хорошо, что оно есть. Это точно. Ну и давайте же все это отложим и посмотрим на сам планшет. Тут у нас такие кнопочки. В целом, стандартно. Есть такие точечки, чтобы почувствовать, да. Чтобы понимать, где эти три кнопки сверху и три кнопки снизу находятся. Точно так же можно перевернуть планшет и пользоваться этим с другой стороны. Есть тач ринг и четыре кнопки, которые меняют его значение. То есть, так нажал, да. И как бы поменял зум. Нажал, поменял размер кисти. В принципе, все это настраивается. Туда можно вешать кнопки и либо целые комбинации клавиш. Ну и центральная кнопка, как ни странно, это Windows кнопка. Что я считаю довольно спорным решением. И верхняя часть. У нас практически ничего нету. С этой стороны. По центру у нас включение-выключение. В принципе, хорошо сделано. Ползунком таким. Случайно. Не включишь, не выключишь. В первой версии у меня была такая проблема. Я цеплял и выключал планшет. А рядом же, опять же, индикатор. И видно статус. Сверху у нас здесь регуляторы громкости. Потом ниже тоже такой ползунок. Залочить поворот экрана. Выход наушники. И расширение с помощью SD-карты. Большой SD-карты. То есть, не microSD. Мы можем расширять с помощью SD. И это пригодится фотографам для того, чтобы быстро скидывать фотографии. Ну, конечно же, тоже можно использовать адаптер и вставить microSD-карту, если у вас уже есть в наличии. Это не проблема. Вот у нас включился. И с другой стороны у нас есть вот прям вот эта вот маленькая дырочка для держателя пера и три USB Type-C 3.0. Это довольно хороший интерфейс, новый интерфейс. Видно, что Wacom в него верит, потому что никаких других входов здесь нет. Этот интерфейс можно использовать для зарядки. Причем можно втыкать в любую из них. Его также можно использовать для подключения второго монитора. Как видеовыход также. То есть, это все здорово. Плохо только, что в комплекте нет никакого переходника. И я сразу, например, столкнулся с тем, что я не могу вставить свою флешку или там как-то перенести информацию. Пришлось использовать SD-карту для этого. Я не могу подключить второй монитор или проектор к нему. Я сразу столкнулся с тем, что я, например, не могу сходу провести с ним мастер-класс, просто потому что у меня нет переходника. И при том, что это устройство довольно-таки дорогое, хотя бы банальный переходник на USB можно было бы приложить. Вообще, с комплектацией они немного обидели, так сказать. Потому что тоже вот здесь новый вид подставки. Старая не подойдет. И, опять же, она не идет в комплекте, да? Чехол, который раньше шел в комплекте, сейчас тоже его здесь нет, да? И все это придется докупать. Также можно докупить клавиатуру, но здесь попроще. Мне кажется, любая Bluetooth-клавиатура китайская подойдет. И еще есть новая фишка. Это Vacuum Link. Это специальная такая коробочка. И через нее можно подключать его к вашему компьютеру как синтик. То есть, надо понимать, что это сам по себе компьютер. Он сам по себе может независимо работать. Но с помощью Vacuum Link вы можете подснять его к вашему стационарному компьютеру, использовать его мощь и использовать его как такой планшет-монитор, то есть как синтик, да? И надо сказать, что компаньон второй мог это делать без никаких дополнительных коробочек, которые нужно докупать. А вот сейчас уже надо будет дополнительно покупать Vacuum Link. К сожалению, протестировать все это у нас не получилось. Это все не идет в комплекте. И мне сейчас, например, до конца непонятно, во-первых, как он там хорошо работает, как синтик или нет. И как, например, подключить к нему второй монитор, да? И вот можно ли использовать Vacuum Link для этого тоже. Что еще мы можем заметить, глядя на этот планшет? Ну, вот рамка вокруг экрана, она осталась, конечно же. Но планшет стал заметно компактней. То есть он стал по высоте почти на 2 сантиметра меньше и на сантиметр по длине. Кроме этого, он изменился в весе почти на 500 грамм. И это очень круто, полкилограмма веса. Конечно, он все равно такой тяжеленький, то есть увесистый в руках. Но все-таки он стал больше похож на такой мобильный планшет, который удобно носить с собой, а не только работать за рабочим местом. Это здорово. Плюс ко всему, в него есть здесь две камеры. Да, спереди 5 мегапикселей. Так вот, довольно странно расположено. Сзади 8 мегапикселей. И в 16-дюймовой версии есть еще сзади 3D камера. Стереокамера для сканирования 3D объектов. А так он довольно приятный и удобный в работе. Здесь сзади такие вот пластиковые вставочки, чтобы его было удобно держать. Да, держать его удобно, но немного тяжеловат для одной руки. Если долго держать, подставка все-таки нужна. Еще я бы дополнительно сказал про экран. Во-первых, о ком хвастается, что увеличился цветовой охват. Плюс я бы обратил внимание на другое покрытие экрана. В предыдущей версиях компаньона, не все знают, но была по сути пленка. И даже люди меняли эту пленку, когда она царапалась. Хотя отодрать ее было довольно сложно. Проблема такой матовой пленки в том, что она, ну как бы слишком матовая. И некоторые художники жаловались, что она дает такие шершавые цвета. То есть из-за преломления получается цвет такой несколько шершавый. У синтиках больших применяется вот сейчас такое же стекло, как и здесь. Оно менее матовое, но при этом дает чище цвета. И это на самом деле очень здорово. Потому что все равно я считаю, что защита экрана нужна. И ты клеишь матовую пленку поверх второй матовой пленки. У тебя получается двойная матовая пленка. И это очень неудобно. И там уже прям цвет как будто... Нельзя сказать, что он блурится, но видимость ухудшается явно. Поэтому я считаю, что это большой плюс. Что вот резче стал экран. Он стал чуть менее матовый. И все равно он матовый и все равно не бличет. И одновременно я бы все равно сюда клеил пленку для того, чтобы его защитить. Потому что рисовать стилусом это все равно не то же самое, что тапать пальчиком. И здесь все равно он будет со временем царапаться. Где-то песчинка попадет под перо и еще что-то. То есть я бы все равно советовал клеить протектор. Ну и конечно же у него новое перо. Вот новая разработка VACOM. Теперь 8000 градаций чувствительности к нажатию. Насколько мы их почувствуем, мы посмотрим. Но сразу скажу, что рисовать на нем довольно приятно. И вообще VACOM создает впечатление именно профессионального устройства для рисования. Все-таки при том, что есть некие альтернативы на рынке. Если вам нужен мощный планшет и профессиональная работа, то альтернатив очень мало. Причем с таким пером альтернатив просто нет. К сожалению. К сожалению, конечно же, потому что он кусается по цене. И очень часто на ютубе спрашивают, сколько стоит. Ну неужели очень сложно посмотреть в гугл? Цены меняются. Обзор остается еще некоторое время. И наверное, то, к чему можем ориентироваться, это вот официально заявленные цены. И официально заявленные это для США. Для 13-дюймовой версии это 1500 долларов за самую маленькую модель. 2500 за 13-дюймовую версию топовую с i7 и 512 гигабайт. И за 16-дюймовую начинается цена от 2400 и заканчивается 3000 долларов за i7, 16 гигабайт, 512 гигабайт storage и 3D камерой из Quadro NVIDIA 1000M на 4 гигабайта. Вот такие у нас цены. Да, кусается, но это профессиональная работа. И если брать топовую, я бы действительно на нее внимательно посмотрел, она полностью заменяет рабочий компьютер. И ты можешь работать где угодно. И вместе с дискретной видеокартой это прям вот полностью замена рабочего места. Но даже если не брать топовую комплектацию, то даже в базовой комплектации он предоставляет достаточно хорошие параметры для полноценного рисования. Сейчас мы все это посмотрим на реальных программах. Вообще, посмотрим на Photoshop, как он работает, полноценно можно рисовать или нет. И для начала мы его сравним с Microsoft Surface. Здесь у нас есть третий Surface Pro. Четвертый от него по габаритам мало чем отличается. И вот такой он в сравнении. Конечно же, Surface прилично меньше, но и экран у него меньше 12 дюймов, да? Но самое главное, мы сравним не это, а именно работу пера. Вот это нам самое интересное. Для этого на Surface мы запустим Photoshop и здесь тоже запустим Photoshop. Сразу скажу, что работа пера прилично отличается. И хотя это и третий Surface, перо на нем работает точно так же на четвертом. И мы будем использовать перо от четвертого Surface на нем. И не все показывают тесты. Есть именно ощущение еще от рисования. Вот эта неточность мелкая, которая может быть не очень хорошо видна на экране, но очень хорошо ощущается в работе реальной. Поэтому не все показывают тесты. И я знаю художников, которые купили Surface и потом не смогли на нем нормально, комфортно рисовать. И забросили это дело, да? Поэтому если вы смотрите на Surface, он отличный планшет. Но в плане рисования смотрите внимательно и обязательно найдите возможность протестировать его. Самим попробовать. Ну и давайте посмотрим. Да, мы запустили Photoshop. Все хорошо. Проверим сразу углы. Здесь все довольно хорошо с углами, потому что у старых синтиков есть расхождение ухода на углах курсора. И то же самое наблюдается у непрофильных. Обычно там Lenovo, Asus бывает такое, что на углах не точно. Здесь все довольно хорошо. И похоже, Wacom исправил эту проблему практически полностью. Я не вижу здесь каких-то проблем. И видите, в новом Photoshop хорошо работает мультитач. То есть так очень плавненько, быстренько. Не так, как прежде. И теперь давайте посмотрим Surface. Тоже Photoshop. Тоже создаю такой же холст. Вот 3500 на 2500. Да. И мы используем перо от четвертого Surface. Оно прекрасно работает на третьем. Лучше, чем его родное третье перо. Конечно же, принципиально он и не отличается. То есть они почти одинаковые. Может быть, чуть-чуть четвертая лучше. Но мы делаем Zoom 100%. Бираем кисточку. Отключаем тут всякую чувствительность, в принципе, чтобы у нас было максимально все понятно. И что я хочу показать. Если мы здесь будем вести неспешно линию, да. То видите, что получается. Такое веляние. И если быстрее вести ее, то, в принципе, ситуация лучше. Но даже, в общем, даже здесь, вот, даже чуть быстрее. Вот это, в принципе, довольно быстро, да. Я веду, ну как. Не очень быстро, но это нормально при рисовании. И то видно здесь веляния такие. А вот если медленно вести, это вообще, видите, что происходит, да. И это происходит при просто неспешном рисовании, когда вы что-то уточняете. Есть еще один момент. Сейчас я его покажу на штриховке. Но вот эти веляния, они будут у вас меньше проявляться на горизонталях четких и вертикалях. Ну, на полукруговых всяких формах. И вообще, когда вы что-то неспешно рисуете, они обязательно проявляют. Это заставляет вас там зумиться, уточнять как-то. И это вообще сильно раздражает, да. Ну, и плюс я показывал раньше еще вот штриховку, когда штрих как бы тоже виляет. Каждый в штриховке штрих немного виляет. И он как бы начинается не с одного и того же места. Тоже к этому сложно и невозможно привыкнуть. Потому что просто один раз так, другой раз так, чуть-чуть по-разному начинается штрих. Это довольно странно. Особенно это заметно, когда вы рисуете что-то очень маленькое. Например, просто хотите какую-то точку поставить, уточнить, да. Видите, сам штрих получается такой волнистый. То туда, то сюда. В общем, это, в общем, стандартная ситуация. Обычный такой штрих. В общем, надеюсь, вам хорошо видно. Ну, и теперь давайте вернемся к Вакууму. Здесь тоже. Вот здесь какие-то кнопочки я уже понажимал. Радиал меню выскочило. Да, и здесь тоже мы поставим 100%. И возьмем, да, такую же кисть. Поставим тоже размер 5. Вот даже с помощью тачринга. И вот у нас прямые линии. И я могу, конечно же, даже медленно вести. И какая-то штриховка, да. Только надо удобней как-то вот приноровиться. Камера мешает. Конечно, не все идеально получается, да. Но в любом случае здесь хорошо видно, что... И да, я понимаю, где-то я, конечно, ошибся, да. Рука где-то все-таки не идеально штрихует. Но все равно я понимаю, что даже где-то я ошибся. Я чувствую, что это мои проблемы, а не планшета. И можно посмотреть, вот, что происходит здесь с наклонными линиями, да. И, ну, где-то, конечно, можно какие-то, вот, может быть, заметить какие-то виляния, наверное. Но это не идет ни в какие сравнения, собственно, с тем, что мы видели на Сурфейсе. Я просто вам советую, если вы думаете про Сурфейс, смотрите на него. Отличный планшет за свою цену. Но он не очень-то годится вот для такого профессионального рисования. И я вам советую протестировать, обязательно найти эту возможность. Я все равно пользуюсь Сурфейсом, рисую иногда на нем, но постоянно наталкиваюсь на вот такое неудобство. Аваком, ну, конечно, он действительно очень дорогой планшет на рынке. Но, с другой стороны, в него начинка такого очень мощного ультрамука. А если взять и топовую модель, то с квадро, то там прям начинка воркстейшн. И, да, это такой себе действительно профессиональный инструмент. Ну, давайте что-то такое понабрасываем. Да? Какое-то будет, знаю, странное стилизованное лицо. Такой дядечка. Мне довольно сложно судить, насколько влияют действительно 8000 градаций на сжатие. Но, во всяком случае, знаю, рисовать, рисовать реально приятно на этом. И штриховать удобно, так ровненько получается. На самом деле, в реальной работе вообще штрихуешь буквально как, почти как на бумаге. Ну, и качество экрана играет тоже не последнюю роль. Потому что, на самом деле, глаз и видит вот эту самую большую плотность пикселей на дюйм. И старые мониторы вот на 72 dpi, ну, ни в какое сравнение с этим не идут. Честно говоря, мне, конечно же, жалко, что Microsoft не пошел по пути. И Wacom не использовал эту технологию, ну, либо, либо не создал что-то вроде Apple, который создал Apple Pen, который действительно очень крутой. Но там другие проблемы. Проблемы с операционкой, скажем так. И Surface, который, собственно, во второй версии был с Wacom пером. И все-таки было так здорово, да, превратился. Взяли они, перешли на интриг. И даже есть тот же Microsoft Studio, такой огромный, большой, дорогой. И с теми же проблемами у пера. Тоже можно найти в интернете, что там так же дрожит перо. Так же невозможно штриховать. Так, художники, которые работают над лайн-артом, которые действительно важна точность, просто не могут с этим согласиться. Так, это, конечно же, что-то такое странное рисуется, да. Такое. Ну, и я, конечно, могу тут посмотреть какие-то потяжелее кисти попробовать. Да, здесь есть в наборе несколько загруженных, довольно тяжелых кистей. И давайте посмотрим, как справляется младшая модель. Ну, вот, к примеру, вот эта вот достаточно тяжелая кисть, да. Ну, как-то довольно так шустренько. На удивление даже, я бы сказал. Чтобы вы понимали, вот мы сейчас заглянем в эту кисточку, да. Это двойная кисть. Там передача сглаживания. Ну, и двойная кисть там, кстати, стоит не такая уж и маленькая. Можем взять что-то еще. Ну, это слишком просто. Ну, вот простая кисть. Ну, в принципе, это довольно быстро. Окей, давайте возьмем какую-то прям реально тяжелую. У меня здесь должна быть в наборчике. Вот, например, что-то такое. Да, вот здесь вот галочки практически везде стоят. И сама кисточка совершенно не маленькая. Ну, все равно, видите, довольно так шустренько рисует, даже на удивление. Хорошо это дело работает, даже довольно быстренько так. И это как раз вот i5 версия с Iris видеокартой. То есть не самая мощная совершенно в линейке. Хорошо, давайте все-таки заставим его потормозить. Вот, во-первых, да, надо отзумиться. А кисточку сделать побольше. Ну, ну, вы знаете, да. С учетом того, что это 3 500 холст и такая кисточка. И я быстро вожу, да. То есть даже обычно я так не рисую. Не настолько я экспрессионист и абстракционист. И, честно говоря, хорошо. Вот мне нравится, как он отзывчивый такой. Рисовать на нем здорово, на удивление. Ладно, не будем сейчас долго подбирать кисти. Сейчас я немного подумаю, да. И что-то нормальное, человеческое нарисую, возможно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...